В Кузбассе живут сильные и спортивные люди. Кемеровская область стабильно входит в первый десяток регионов страны по активности жителей в сдаче нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По данным Минспорта России, в настоящее время область находится на седьмой позиции. На сайте ГТО зарегистрированы почти 180 тысяч кузбассовцев. О том, как сдали нормативы трудовые коллективы города, узнаем из следующего сюжета. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» могут сдавать и дети, и взрослые. Трудовые коллективы города попробовали себя в спорте 13 мая. Программа летнего фестиваля состояла из пяти видов. Наклон, подтягивания для мужчин и отжимания для женщин. Прыжки через скакалку, дартс и забег на 2 и 3 километра. По желанию сдать можно и другие нормативы. Спустя неделю участники вновь собрались вместе, чтобы узнать результаты. Третье место заняла команда «ПАО Тепло». Вторую ступень взяли работники Центра социального обслуживания населения. Победителем летнего фестиваля ГТО стал коллектив детско-юношеского центра. Мария Горочук поставила рекорд сезона, отжалась 50 раз. Победа досталась, можно сказать, нелегко. Каждому участнику нашей команды пришлось попотеть, потрудиться. Но в итоге вот первое место. Все команды поблагодарили за участие. Победители получили кубки, красивейшие кубки. А все участники получили звезды на память и, конечно же, благодарственные письма. Также в этот день участники могли сдать мини-программу ГТО. Телеканал «Июнь» не остался в стороне. Рядом развернулись другие спортивные баталии. Боролись в флорболе. Соревнования между командой администрации и ЦДТ. Вера Фефилова, Михаил Чеканов, Новости Плюс.